Не так давно приехала к нам пара. Сначала приехал мужчина, молодой, энергичный, бывший военный, который вот только-только, что называется, закончил службу. Приехал из города Мурманска. Один. И, что называется, открывать для себя город, принимать решения о покупке жилья для своей семьи. Мы начали прямо сходу. Он приехал, насмотревших вот этих роликов самых. И прямо вот, Галина, у меня времени очень мало. Нам нужно там за несколько дней выбрать дом. Сумма, в принципе, достаточно приличная, которую они запланировали для покупки. И мы начали прямо вот каждый день 5-6 домов смотреть. Ну, можно было, конечно, смотреть и больше, учитывая то, что время, выделенное для покупки, не очень большое. Но всё упирается в то, что даже человек, который просматривал где-то на Авито, на каких-то ресурсах, там, Циани, эти дома, и уже примерно понимая, что ему хочется, на самом деле после первого, второго дня понимает, что как на карусели его раскрутили, и он уже не знает, где центр, где школа, где там поликлиника, где больница, где магазины. То есть и самое интересное, что происходит следующее. То есть то представление, которое он имел, глядя в интернет, оно не соответствует, не соответствует тому, что он ожидал. То есть я скажу так, что после первого дня, скорее всего, ну, процентов у 80 какое-то разочарование наступает. То есть картинки не совпали. Что делать? Но мы потихонечку, потому как человек, когда приезжает, даже любая сумма у него есть в наличии, всегда он ставит задачу такую, дешевле купить то, что ему хочется. Дешевле. Дом стоит 8 миллионов, хочется купить его за 6. Прям такие задачи риэлтору, скажем так, и ставят. Вот я к вам обращаюсь, я же ваши услуги оплачиваю, вот вы сторгуйтесь, найдите такой. Не скажу, что это совершенно невозможно. Бывали у нас такие случаи, когда прямо, ну, удавалось очень значительные суммы сторговывать с продавцом. Но чаще всего это все-таки, ну, не такие значительные суммы. Но люди, вы знаете, едут именно с таким, что приеду, у меня же наличка, вот задача, торгуйтесь. И мы старательно отрабатываем эту задачу, коли она поставлена. На самом деле, скажем так, такие большие суммы не сторговываются. Это редкая удача, когда человека заставляют обстоятельства значительно снизить стоимость своей недвижимости. Все-таки это более небольшие суммы. Но я про другое. Так вот, мы начинаем. Уровень комфорта, это все-таки вложены продавцом деньги в ремонт, в строительство, в материалы. То есть, отличить дом 6 миллионов и 8 миллионов, тогда, когда ты просмотришь предложение, уже наступает и понимание, в чем разница. Так вот, купить дом за 6 миллионов, такой, который стоит 8, не всегда удается. Но я рассказываю про этого молодого мужчину, который, просмотрев сначала за 5, потом за 6, сказал, а, давайте уже смотреть, то, что стоит дороже. Вот. И, вы знаете, было в этот момент предложение, по одному дому, который стоил 10 миллионов. Ну, месяца, допустим, 3 назад. Я созвонилась с собственником, сказала, ситуация у людей такая, тоже, скажем, критическая, нужно было очень продать людям. Я сказала, что есть покупатель, который готов купить ваш дом за 8. Немного выдержав паузу, человек мне позвонил и сказал, а давайте. И мы встретились, и мужчина был очарован этим предложением, этим домом. Сколько квадратов? Хорошим наполнением, ну, где-то квадратов 130-140. Хороший дом, красивый, около леса, что имеет особую важность. Недалеко школа, потому что у них мальчик ходит в какой-то там начальный класс. И самое важное, что в этот дом ничего не нужно было вкладывать. Ну, чисто, может быть, знаете, для души там баньку построить, которую, кстати говоря, они уже должны были построить. Вот. Оставалась какая-то часть мебели, что тоже устраивало пару. И мы ждали с нетерпением супругу. Какое будет решение у неё? Потому что всё-таки это не центр, это, скажем так, развилка, не прямо не асфальт прямо около дома. Нет, там были свои плюсы, свои минусы. И, конечно, важно было, чтобы супруге, любимой супруге этот дом понравился. Я скажу честно, вот я всегда, моё мнение, что вообще гнездо, дом выбирает в большей степени женщина. Мужчина только может посмотреть, ну, там, как он построен, насколько он крепок там, хватает ли комнат. А вот в целом всю картинку подытоживает женщина, и она даёт и посыл, и капризы свои, и требования. Так вот я хочу сказать удивительная гармония, удивительная согласованность, вот прямо много-много таких восклицательных знаков, что супруга, приехав сюда, проделав тот же самый путь, мы смотрели те же самые дома, которые понравились, в том числе вот её мужу, мы их просмотрели, и она остановила свой выбор именно на этом доме. И началась сделка, она прошла очень быстро, я прямо очень переживала за ребят, потому что, ну, ценность дома и они видели, и мы видели, покупатели. И продавец, вот до последней минуты, мы были не уверены, что он пойдёт на сделку, потому что дом, ну, на самом деле, хороший, классный. Дорогой. И он пошёл, он пошёл, я считаю, что и наша заслуга в этом, что мы не размазали сделку, долго не мучили, мы просто сделали всё очень-очень-очень быстро, проверку, и вышли сразу на сделку, ребята рассчитались, сейчас они уже практически год живут в этом доме, они застали все сезоны нашего горячего ключа, они влюблены в наш край, в Кубань, наслаждаются поездками по краю, получают очень много информации, они очень активны в нашей группе, голубка, и я за них очень рада. Вот, что называется, волшебство состоялось, а профессия риэлтора – это своего рода волшебство. Мы не обманули их ожидания, они выбрали тот дом, который они хотели, за ту цену, которая намного дороже, а им он достался, за те деньги, которые мы смогли им отыграть, смогли им отработать, и мы в прекрасное было лето, да, мы его выбрали и дождались, когда приедет супруга, и еще с ней я проездила пару дней, и утвердили, все-таки утвердились на том доме, который выбрал ее муж. Вот.